Я, конечно, ни в коем случае не считаю себя таким вот серьезным специалистом в античной мозаике. Скорее, этот курс ставит задачу такую ознакомительную и посмотреть на все ее богатство. Просто когда-то получилось так, что у нас была выставка «Мозаики», и я туда написал небольшой кусочек для брошюры к этой выставке, а потом меня там еще одного нашего сотрудника позвали почитать «Мозаечистом», а потом еще раз и еще раз, и это все стало так накручиваться, накручиваться, ну и некоторое количество лет накручивалось, собралось все некий материал, который уже можно представить в виде краткого курса. Самое, пожалуй, удивительное для меня состоит в том, что искусство античной напольной мозаиками обязано почти исключительно Римской империи. Может быть, если бы ее не было, то это искусство вообще зачахло бы или, может быть, не существовало в таких количествах. Это первый интересный пункт. Второй состоит в том, что вообще мозаика как распространенный вид искусства – это исключительно античное явление. Ну, казалось бы, что проще – взять там и что-нибудь на полу выложить? Вот просто душа просит, правда? Но интересно, что мозаика, хотя появилась она не в Греции и тем более не в Риме, но тем не менее напольная мозаика, собственно, вот, ну, она развилась именно в античных условиях. И потом уже стала казаться совершенно нормальной. Ну, и сегодня мы будем говорить о мозаике римской постольку-поскольку, потому что наша задача будет разобраться с различными терминами, видами мозаики, технологией, тем, как она делалась, и, грубо говоря, рассмотреть историю античной мозаики до Рима. Вот, потому что, ну, она тоже разнообразная, интересная, но, как бы, дальше… Ну, а потом, как бы, дальнейшая идея курса следующая, да, то есть мы рассмотрим мозаику Помпеи и округи как просто комплекс, да, вот сколько вообще этой мозаики было и какая она была. Вот так вот просто в каком-то, ну, более-менее крупном населенном пункте и округе, да. Секрет состоит в том, что была она практически везде в безумных количествах, да. В одном здании могли быть миллионы вот этих составляющих, да, единиц мозаики. Мы находили, ну, там, пол ведра мозаики набрать не проблема от СССР, да, этих самых. Это совершенно легко, я об этом вам расскажу. Вот, потом мы поговорим о, вот, мозаике на территории Турции. В первую очередь сосредоточимся на таком объекте, ну, точнее, на группе объектов, которая получила название «Дороги мозаики». Вот так исторически сложилось, что раньше по мозаикам лидировала Северная Африка и считалось, что там их больше всего, а за последние годы Турция вырвалась в фавориты. Вот, к сожалению, именно по этим территориям ударило вот последнее крупное землетрясение, но надеемся, что там не так много всего пострадало. И, наконец, мы просто пробежимся по всей Римской империи, да, вот так вот. И Италию посмотрим, и покрутимся по-средневому за море, уже чтобы увидеть, не углубляясь, а какие-то самые знаменитые мозаики и увидеть, с одной стороны, их разнообразие, а с другой стороны, наоборот, некое единство. Потому что единство в Римской империи, это и одна из тех причин, почему мозаика стала, во-первых, а, популярной, и б, возможной. Ну, мы об этом поговорим. Ну вот, здесь, как бы, нашел я картиночку, изображающую мозаичиста за работой, правда, у него такие-то сэры, во, вот, с кулачок маленький, ну вот. И надо признать, что современное слово мозаика не совсем понятно, откуда взялось. Да, в основном его возводят к музам, да, то есть искусство, угодное музам, ну а что, другие-то что ли не угодные? Тем более, не припомни, а музы мозаики, да, вот такого нет. А надо сказать, что еще в первом веке нашей эры этого слова вроде бы не было. То есть оно становится популярным в византийское время, а Плиний, скажем, просто говорит «повементум тус сери структум», то есть просто, ну, как бы, пол покрытый тессерами. Ну, очень перевожу, как бы, не точно, но смысл такой, да, что просто вот тессера на полу, так он это называет. И все. Блаженный Августин пишет об опус мусивум, он там разбирает, по-моему, изображение императора Нигера на какой-то стенке, и вот дело в том, что, точнее, он пишет «пиктум де мусио», а, ну, вот, как бы, некоторые считают, что опус мусивум, но опус мусивум – это вообще что-то такое на стене. Вот. Ну и тоже не без мус. И только, вот, как я уже сказал, в Византии появляется термин. Но, вы знаете, это такой вопрос из серии, бывали у греков совесть. А вот не было слова совесть, значит, совести у них не было. Да, ну, так можно очень далеко зайти, вот, поэтому что иногда, ну, иногда понятия, которые казались, казались, должны иметь одно слово, они в некоторых языках обозначаются словососочетанием сложным. Так получилось исторически, поэтому это не аргумент. Вот. Как называли греки вот эти вот кусочки, из которых делалась мозаика? Греки говорили «псифы» или «абаки» и всякие вот этого «абака» производные. Ну, «абак» – это вообще некая четырехугольная доска. Вот, например, вы, вероятно, можете помнить, что в антаблементе, да, вот эта вот досочка, которая каменная, которая отделяет капиталь колонны от балки антаблемента, она называется «абаком». Счетная доска тоже вот. Любая доска, вот как бы, если кого-нибудь там ударить просто такой вот досочкой по голове, то тоже это будет «абак», независимо от того, что ее ни для чего другого не использовали. То есть «абаки» – это, ну, какие-то маленькие пластинки, грубо говоря, «абакийской», да, говорят, то есть маленькие вот «абаки». Ну, а римляне тоже иногда говорят «абакули», ну, понятно, да, это просто калька из греческого. А иногда вот используют слово «тесера», «тесела». Почему и, собственно, видите, в современном терминологии тоже ее судьба долгая и сложная, и поэтому, например, сами единицы могут называться «тесеры», а сделанная из них вот мозаика – «опус тессалатум», да, то есть, а могут быть и «тессератум». Вот. Известно, что древние римляне различали мозаичистов наземных, ну, как бы, напольных и мозаичистов настенных. И, кстати, ну, скажем так, для уже, ну, если не, ну, и византийского времени, в общем-то, во многом, все-таки мозаика, в первую очередь, настенное искусство, да, а для римлян, все-таки, в первую очередь, напольное. Хотя тут история напольной и настенной мозаики, она не такая простая, потому что это вообще во многом не одинаковые искусства, что интересно, да, кажется, ну, не все ли равно, ты, как бы, это неприличное слово гвоздиком на полу или на стенке рыцараполда? Э-э-э-э-э-э-э-ет! То есть, они слишком сильно отличаются, я объясню потом почему. И мозаичист напольный назывался «тессалатар», а настенный – мусивариус, да, то есть, вот, один, ну, тоже от этого вот мусива. Вот. Ну, и сначала мы, наверное, разберем то, как делалась мозаика, это описывается плинием, это описывается витрувием, и это подтверждается археологическими данными. Вот тут никаких проблем нет. Это вам не настенная живопись. Вот смотрите. Сначала рекомендовали чем-то вообще укрепить пол. То есть греки выкапывали обычно сантиметров 20 под мозаику, а римляне аж все 60. Ну римляне вообще это совершенно нормальное явление. Они ради дороги копали, как и сейчас канаву, и, наверное, греки сделали бы вот так. Выровнял почву, и нормально. Надо будет как бы метровая канава. Так вот. Поверхность почвы еще рекомендовалось досками выложить. Это, видимо, для того, чтобы просто ровно легли камни, потому что понятно, что доски в скорости сгнивали. Потом собственно шел слой камней примерно с кулак. Ну, извините, и булыжников. Вот он. Это, собственно, основа всего. Дальше шло три слоя. Нижний из них назывался рудос. И это, как бы, цемент такой грубоватый или известковый раствор. Ну, там есть, собственно, приводятся и формулы, чего туда, сколько нужно набивать, но это не важно, да. В данном случае это довольно грубый раствор с крупными элементами внутри. Он мог быть, там, сантиметров 20. Потом сантиметров 12 более тонкий раствор, который назывался нуклеус. Как бы основа, да? Ну, нуклеус это ядро. Вот. И уже по нуклеусу делали тонкий слой известкового раствора, чистового, и в него, как бы, вставляли элементы. Ну, вот, собственно, здесь все и видно. И, ну, иногда, конечно, конечно, эти вот толщины не выдерживаются, они где-то будут больше, где-то меньше, но вот эти три слоя есть всегда, да. Вот. Каменный, рудус, нуклеус, и, наконец, уже сами тессеры, вставленные в тонкий известковый раствор. Вот, пожалуйста, здесь все это прекрасно видно. Ну, вот, посмотрите, это, собственно, имитация его. Вот. Вот они там камушки. Вот он рудус. Вот он нуклеус. Видно, что здесь все погрубее, здесь получше. Вот он чистовое известковое раствор. И, обратите внимание, на нем еще что-то процарапано. Ну, действительно, они иногда расчерчивали, рисовали по этому прямо слою. Иногда рисовали красками. Но чаще просто чертили. А иногда ничего не делали. Просто квали прямо на глаз. Ну, вот. И иногда находят и вот это вот расчерчивание. Мы о нем еще поговорим. Ну, в данном случае это имитация. А вот это не имитация. Это, собственно, как раз раскопки вот моей доблестной экспедиции. И это одно из помещений. Вот снимок сделан из помещения терм виллы Ариадны. И видно, что вот мы видим здесь земля. И вот они лежат. Основа булыжникова. Все как и должно быть. А вот рудус и нуклеус здесь отличаются плохо. Но там есть некое отличие. Но здесь, возможно, из-за того, что это была очень шикарная постройка, они просто все-таки перешли сразу к нуклеусу. То есть очень высококачественно все это залили. И сверху тонкий-тонкий слой чистового раствора. Вот я много раз об этом рассказывал, что когда мы открыли мозаику сверху, здесь ее не видно, просто отцвет. Но я потом ее вам покажу, когда мы будем говорить о мозаиках Помпеи и округе. Мы просто вылили пару ведер воды и помыли ее шваброй. Вот я люблю такую археологию. Мне нравится. Ну вот Так что, как вы видите, этот приятный случай, когда античные источники полностью сходятся с реальностью. Это далеко не всегда бывает. А иногда бывает еще и забавнее, когда античные источники пишут правильно, сходятся с реальностью, но ученые в это не верят. Так, например, было с описанием у того же Витрувия, как нужно делать потолок, что там как бы к доскам снизу прибивается солома и к ней крепится штукатурка. И известный ученый Гловацкий отверг это вообще, что на этом не будет держаться ничего. Тем не менее, это было именно так, это многократно доказано археологически. А он написал целую статью, доказывая, что все неправильно. Ну вот. Ну, а теперь о видах вообще напольных покрытий. Вот вы хотите себе пол для дома, да? Вообще-то, вот разные римские технологии, они обычно традиционно называются латинскими именами опус. Причем, это может быть много что так обозначаться. И многие из них сходятся с названиями для стен. Ну, например, камерная стена из каменных таких глыб суммарно обработанных будет называться кладка опус инсертум. И, видите, такой же вот, такая же вымыслка тоже будет называться опус инсертум. Надо сказать, что это, кстати, реклама какой-то современной фирмы, которая предлагает выложить вам в саду опус инсертум. В Италии они так до сих пор рекламируют. только некоторые названия изменяются на итальянский, а опус инсертум сохранился. Но это, конечно, мы не можем в полной мере назвать мозарикой. Это просто вымостка. Иногда кирпичами выкладывают тоже. Опус спикатум это может быть кирпичная кладка в елочку стены и кирпичная кладка в елочку вот так. Обычно опус спикатум как покрытие пола используется вот когда кирпичи стоят на ребро. Это для каких-нибудь бань вот такого. Ну и сейчас, да, понятно, чтобы вода утекала вот в эти ложбинки и так было более-менее не так сыро. Ну, это тоже мозаикой мы не можем назвать, хотя, в общем, да, это, конечно, по большому счету керамическая мозаика очень простая. Вот. Иногда, ну, это совсем уже эконом вариант. Это, видите, кирпичи положенные горизонтально. Опус тестоцелум. Вот опус тестоцелум и кирпичная стена тоже опус тестоцелум. Римские ремни делили кирпич на две части вот так, крестиком, чтобы потом его ломать, если нужно, на треугольничке, поэтому выглядит все, ну, как бы не так это все красиво. Ну, вот это варианты, которые, как бы, мозаики не требуют. Я их оставил, чтобы просто, вы понимали, что мозаика, конечно, была возможна везде, даже самая простая, а вот следующий вид пола, он уже иногда бывает и мозаикой. Это опус сигнинум. Итальянцы это называют качапесто. Вот тут качапесто это известковое остро, в котором замешаны крупные фрагменты толченого, толченой керамики. Кирпич может быть битым, или, действительно, горшки какие-то побитые, мелкий бой, и окатанные слегка, потому что чтобы не торчали острые края, понятно, что это совершенно никому не нужно. Надо сказать, что, когда мы вели раскопки тоже в стабиях, мы там нашли комнату, которая, видимо, до землетрясения 62-го года нашей эры использовалась в качестве склада для всяких строительных материалов. Там у них амфоры со звездкой стояли, камни были разложены по кучкам. Одна белая камня кучка, другая туфа серого кучка, и две кучки были вот эти керамические дробленые керамика, окатанные, слегка она так как бы, вот я и говорю, чтобы углов не было, одна маленькая, другая большая, ну, там, где-то, 7 миллиметров и полтора сантиметра. Все они специально готовили и как-то сортировали, ну, они через тонн-сито просеивали. Ну, вот, и вот, знаете, вот у меня в доме, где я жил до недавнего времени, там дом начала 70-х, там был вот такой вот такие, сейчас там уже какие-то магазины, а когда были рекреации такие большие, открытые на улице, и там вот было вот так, мне кажется, страшное убожество, а теперь я понимаю, это был опус сигниум, вот, но это уже вариант опуса сигниум, когда, видите, туда набросали что-то другого, какие-то цветных камушков, и это действительно начинает напоминать мозаику, хотя, в общем, никто не старается придать им никакой форме, их только заглаживают сверху, и достаточно, ну, вот так вот выглядит стандартный кусок этого кача-песта, вот видите, куски керамики, и белый звездковый раствор, ну, а там, где оно заканчивает, сверху все такое пятнышками идет, очень красиво, но именно это кача-песта появилось еще в республиканское время, глубокое в Италии, но постепенно в нем начинают делать вот такую мозаику, она обычно такой, вообще-то, как бы, этот, по идее, эта дробленая керамика должна придавать опусу Сигининам красный цвет, но в действительности это такой вот коричневатый цвет, вот на, наподобие, вот, может, чуть покраснее, чем вот эти шторы, и вот видите, да, то есть, вообще, если, если начать бить его молотком, что, конечно, археологи не делают, то оскалывающие кусочки будут красными, но выглядит вот так вот, да, то есть, такое коричневое покрытие, и на него начинают вставлять вот эти вот белые эпицеры, если ты видишь такое покрытие, это республика, причем, скорее всего, где-нибудь не ранее, извините, не позднее рубежа первого-второго века, вот, вот ранних помпейских домах, иногда, когда верхний полуснимают, под ним вот такой полуопус Сигнинум, опус Сигнинум может быть весьма разнообразным, вот видите, даже надписи на нем можно встретить, ну, вот смотрите, здесь хорошо видно, вот черные камушки вставлены, ими сделана надпись, а вот они кусочки керамики, вот здесь укропненно, поэтому видно совершенно замечательно, вот, как бы, я бы так сказал, опус Сигнинум сам еще не мозаика, но может быть основой для очень простой мозаики, если она вот такая, то это и будет называться мозаикой опус Сигнинум, да, то есть, ну, как, опус Сигнинум плюс, да, назвать, то есть, что? это известковый раствор, я не знаю, только не ставляли раствор, вот вы взяли известковый раствор, смешали его, с битым кирпичом, вылили на пол, утром бавали, и вставили в него, пока он жидкий, да, никаких проблем нет, то есть, как раз вот этим, ну, как бы, это, видимо, провоциновало их, да, что, ну, что-нибудь же можно сделать, но если уже, а если уже подумал позже, то все, пол застыл, ничего на нем не выложишь, ну, видимо, были этих, ну, делали и по частям, потому что, вот, ну, такое-то за пять минут не выложишь, ну, вот, заливали кусками, видите, здесь, есть центральная часть, есть боковая, это вообще такое распространенное явление в мозаике, но тоже мы примерно знаем, когда оно появилось, вот вообще, это такой вариант мозаичного покрытия с центром кругом, извините, и окружающим орнаментом, это явление конца пятого века до нашей эры, и мы знаем, где даже оно появилось, скорее всего, все еще есть первые находки, ну, вот, но так это все делается, это может быть, вот это, я думаю, век второй, да, вот, то есть это делается очень долго, ну, а простые ремнии так делали еще и дольше, надо потом, уже там черненькие вставить, да, уже шикарно получается, ну, ну, это вот простейший вариант мозаики, это мозаика опус сигнена, мы ее иногда, я вам ее буду показывать, просто вы увидите, что вообще она есть, если мы подальше, какой-нибудь пестум, это римская колония, ну, они там греческий город отбили, насилили римлян, вот там просто все дома, это только этот опус сигнен, больше ничего нет, вот, это, вот такой вид, назывался либо опус, либо лапилли, но лапилли по-итальянски, это просто комочки, вот я в округе, Везувия привык к тому, что лапилли, это вообще комочки пемзы, которые выпали, то есть, если мы находим слой лапилли, это просто такая куча пемзы, мы такими мешками привозили, такой мешок весит, там, не знаю, 50 грамм, и раздавали в качестве сувениров, из настоящего Везувия, 79-й год, вот, ну, вообще их использует только строительный материал, так что вы не думаете, что мы там, это культурная ценность, смешивают с цементом, ну вот, а часто называлось это опус барбарикум, это мозаика, то, что называется, галышами, то есть, небольшими, примерно до двух сантиметров, окатанными камушками, вот сегодня этого опус барбарикум, у нас будет, о, огромное количество, потому что с него все началось, ну и опус барбарикум провинции использовался, почти до упора римской империи, но мы его почти не увидим, потому что, ну, это уж, ну, совсем беднота, вот, никуда не денешься, ну, и самый распространенный вид мозаики, это где-то, это опус тессалатум, это мозаика, которая за единицу использует кубик, ну, какого-то камня, в идеале белого и черного мрамора, это вот то, что называется, черно-белая мозаика, но, в принципе, это совершенно необязательно, что угодно годится, известняк, даже может быть, керамика, ну, например, вот, в Эрмитаже, в зале Афины, лежит мозаика из Херсонеса, византийской, девятого века, и там красный цвет, это все, все просто черепки, обкусанные, не более того, сейчас они еще просто, как бы, потертые ногами многочисленных посетителей, вот, поэтому выглядит, как будто сделано специально, но нет, это просто где-то нам набрали на помойке, и как бы, их, пробили, и как вы видите, вот даже по этой мозаике, эти тессеры, только формально кубики, они, ну, потому что, вот, у меня был один знакомый, он развлекался тем, что делал домики, из Мастерса, ну, есть, мог там церковь сложить, скупом, такого размера, или замок, вот, очень красиво получалось, и к нему заходишь, ну, в Керчин, там, недалеко он от нас жил, от нашего лагеря, ты заходишь, от того, болтает, танки, история, сказать, и все, сидит, ну, такие, уже заранее вырезанные, такие стержни, и вот так, все время себе, этими кусачками делает эти ТСР, ну, время пользовались не кусачками, а таким молоточком специальным, я вам их покажу, ромбовидным, ну, это же, тук-тук-тук-тук-тук-тук, ну, и там, через три месяца такая работа в сумасшедший дом, вот, нет, действительно, люди справлялись дольше, ТСР колебались, ну, в среднем, где-то от 7 до 1 см, до 1 см они были, ну, если большущие ТСР до 2 см, а есть просто безумно маленькие, ну, вот, видите, особенность мозаики состоит именно в том, что мозаика использует некие специальные элементы, да, это не просто какое-то украшение пола, украшения пола бывают разными, но мозаика отличается именно этим, как видите, вот, опус тессалатум, ну, простовечий тессалат, может быть весьма разнообразным, видите, тут могут и цветные быть ТСР, но большая часть, вот черно-белого тессалата иногда, есть мозаики там, не знаю, 70 квадратных метров, 120 квадратных метров, вы представляете, да, сколько там этих тессалат, умрешь считать, ну, вот, есть еще, ну, такой вид мозаики, который, ну, называется опус вермикулатум, простовечий вермикулат, происходит он, как ни странно, странно от слова червь, то есть верн, это потому, что это червепись, как бы сказать, рисование червями, ну, вот, надо сказать, что еще не зная происхождение этого слова, я очень давно, вадил, когда вот у нас еще на третьем этаже, были всякие импрессионисты, и постимпрессионисты, я вадил каких-то маленьких детей, я говорю, ну, понимаете, пуантилисты, они рисуют точечками, а ван Гогг червячками, они все сразу поняли, вот, ну, это не правда так, так вот, вермикулат, в принципе, может обходиться и сверхмалыми тессерами, но обычно его элементы, они более вытянутые, это как бы пластинки, которые ставятся на ребро, то есть, понимаете, получается, что единица не в квадратик, а в прямоугольничек, и за счет этого мастер опуса вермикулата может подражать художнику, который делает мазок, вот, то есть, как бы, и обычно вообще элементы вермикулата, они намного меньше, чем элементы тессалата, сам по себе, вот так, чтобы там, не знаю, у нас там 30 квадратных метров открыта опуса вермикулата, но такого не бывает, этот, ну, традиционно всякие смешанные техники называются опус микстум, но знать это не нужно, потому что вообще в прямую мозаичные техники, кроме, может быть, тессалата и опуса барбарикум на раннем этапе, никто ее не употреблял, и часто, видите, вот лицо здесь, да, это божество сделано вермикулатом, а вот уже вот это все, это уже тессалат, ну, вот мы будем говорить об эмблемах, и, как правило, эмблемы делаются вермикулатом, а вокруг сразу тессалат, и даже в одном изображении, где вам нужно показать белый фон, зачем делать его миллиметровыми там, или двухмиллиметровыми кубиками, ну, бессмысленно, да, вот, просто здесь же можно переходить к большим, а вот есть какой-нибудь в общем-нибудь такой, здесь будет очень тонкие пластиночки, то есть вермикулатом, это делается только часть изображения, самое важное, и часто имитации живописных произведений делаются именно при помощи опуса вермикулана, ну, вот, например, это, мне кажется, из Гетти вермикулата, их два, один происходит с Виллы Адриана, а другой, и находится, собственно, в Гетти, а другой происходит из Помпеи, и находится, соответственно, или с Геркулана, но сейчас не помню сходу, находится в Неаполе, Национальном музее, и видите, тут даже есть не сказать, что это мозаика, можно легко принять за живопись, правда? Вот это сразу понятно, если вам кажется, что это живопись, это вермикулат. Ну, всякие смешанные техники и всякие уже редкости пошли, за одним исключением, это уже так, не то чтобы изыски, опус сегментатум, это, видите, использование пластин камня, а промежуток заложен к эссалатам, то есть, как бы, такие островки встречаются, крупного камня, они могут быть, как здесь видите, какой-то геометрической формы, а могут и не быть никакой геометрической формы, но главное, что это вот так вот смешано, да, большие куски, маленькие. Ну, вот такой вид мозаики, сделанный из ромбиков, называется опус скутулатум, это от римского слова скутул, щит, ну, как бы, маленькие ромбические щитки, причем это, опять же, опус скутулатум может быть сделан из, там, не знаю, агата практически, да, или, ну, из агата вряд ли, скорее, хотя куски бывают, но скорее, скажем, алебастра, а может быть сделан из керамики, он все равно будет опус скутулатум, важный элемент. Ой, извините, а вот об опусе сектилия нужно поговорить особенно, опус сектилия, это вообще любая мозаика из кластин, то есть вот, скажем так, опус сегментатум это смешение фактически тесцовата и сектилия, а опус скутулатум это просто опус сектилия, его особый вид. Видите, главное, главное в нем это то, что здесь не кубики, не, как бы сказать, пластинки на ребро, а пластинки лежа. То есть все, все-таки идет от технологии, и об этом, ну, как бы, от главного технологического элемента, а все остальное это уже как бы слишком изысканно. И опус сектилия может быть очень разным, но, как правило, для него используются разные элементы ценного и цветного камня. Ну, посмотрите, красота какая, правда? Хотя, в общем-то, видите, шестиугольники, треугольнички, прямоугольники, ну, и всего это вот такая вот получается сложная мозаика. Опус сектилия довольно сильно менялся. Вот так вот опус сектилия выглядел в первом веке. Вот видите, это такой специфический скутулат, там они, они просто не одинаковые эти ромбики. Вот. И это, мне кажется, собственно, храм Юпитера, что ли, в Помпеях. Вот. То есть он был довольно простой. Обычно использовались простые геометрические формы. Самое интересное, что опус сектилия считался самой шикарной мозаикой. Вот нам кажется, что самый шикарный, ну, на мой, нет, не буду думать за вас, мне кажется, что самым интересным является какой-нибудь вермикулатом сделанные какие-нибудь там картины. Нет. Вот иногда есть и картины, и все что хочешь, а вот посередине зала лежит вот опус сектилия такого типа. И все там говорят, какая красота. Ну, потому что причины очень простые. Я думаю, они состоят в том, что большие плоскости камня считались наиболее шикарными. Вот. И если вы их используете, то здорово. Тем более, что опус сектилия требовал специальной работы. Это не было выкладывание элементов. Он требовал специальной работы для каждого особенного орнамента. Понятно, что их похитрили. Как бы, ну, делали некие геометрические формы, но все равно, вот если мы смотрим императорские виллы, в большинстве из них будет почти поголовный опус сектилия. Ну, вот еще тоже, это из Геркуланова одного дома. Это тоже вот опус сектилия. Здесь, видите, большие прямоугольчики и между ними беленьким проложенным маамором. Ну, ничего вообще особенного. А вот это уже пошикарнее. Это, мне кажется, вилла Тиберия на Капре. Это уже, как бы, первый век, уже империя. И вот видите, вот такие, кстати, элементы, их вообще часто делали сразу элементом. То есть, складывали, ну, там, вырезали где-то, складывали, цементировали и привозили на виллу и выкладывали уже вот как кафельной плиткой. Ну, вот, ну, то есть, например, делали заранее вот такие элементы и такие элементы. а эти что делать? Ой, извините. А эти что делать? Да, это квадратик. И вот сразу, ну, конечно, это очень быстряло дело, но это вот император не стеснялся по такому полу ходить на Капре. А это виллу Ливи. Я, извините, взял из одного источника, но, как бы, у меня есть и другие фотографии, но просто хорошая была хронологическая выборка. Вот это то, почему не стеснялась ходить Ливи супругу Августа. Вот тоже. Вот эти элементы, вот такие четырехугольные, делались сразу готовыми. На них видны следы, что их цементировали заранее. Ну вот, то есть, конечно, мастера не дураки, они пытаются облегчить себе работу. Вы сами понимаете, да, что сложную мозаику класть на месте почти невозможно. Поэтому нужно было что-то сделать заранее. А вот это уже всякие нейроновские времена. Посмотрите, да, видите, и все, что мы смотрим, это опус сектили. Видите, насколько он разнообразен. Здесь уже такие цветочные элементы, видите, сложные полукруги. Если, например, камень не ломался, то можно было вставить два вместо кружка. Такие случаи бывают. Да, ну не хватило. Вот, да, здесь, видите, раз, другой вставили. Здесь этот сломан, а иногда просто собранный из разных элементов. А вот, прекрасные, да, вещи. То есть, как раз, если опустосоватом, как это, как этот самый, микроавтобус Буханка, сразу как сделали, такой хороший, да, и до сих пор нам служит, и выпускается, то есть, то вот опус сектили, он менялся довольно серьезно, по мере усложнения. Но оставалось, конечно, и простой опус сектили, об этом говорить не приходится. вот, а это уже второй век, это уже северовские времена. Видите, вон отдельные элементы в виде так называемых пель, ну, как будто это такие амазоновские щиты, вот, ну, скорее, их пытались сымитировать. Вот, и, конечно, тоже такой элемент большой, можно было вот сразу, вот такой, сразу сложить отдельно и привести его. Но при этом, это все равно осталось опус сектили, потому что в основе он сделан из множества отдельных элементов. Вот это, опус сектили, это Курия Юлия, ну, Курия Юлия началась строить, ее строил еще, изначально Юлий Цезарь, заканчивал август, а после какого-то крупного пожара она была переделана во времена Диоклетиана. Вот, во времена Диоклетиана ужасно полюбили Парфил. Ну, Парфил появляется еще, в позднесеверские времена, в начале третьего века. Ну, вот если я вижу вот такой черный, белый, красный в больших количествах и оранжевый, это вот Диоклетиан или Татархи гадалки не ходи. Вот. Но самый шикарный опус сектили, вот то, что называется опус Мармареум, это вот такой, фигурный. К сожалению, он стал моден к концу третьего века и в четвертом. То есть, как раз, когда технологические империи развивались, такое бывает. сейчас такая есть идея, да, что мораль, технологии и искусство, они должны развиваться одновременно. если у нас плохо с моралью, то эта страна обречена. Но она не обречена, да, и живет еще 500 лет. Или там технологии падают, тоже обречена. Но искусство, если плохо, то просто конец. Действительно, если люди выживали по-разному, вопрос, хорошо ли им было, да, и вели ли они полноценную жизнь. Вот. И вот искусство падает, пропорции уже хуже, композиция, а зато они, видите, вот каждая полосочка вырезана отдельно. Такое, это из Палаца Масси Малалетема, а в Осте и найдена целая комната вот с таким, большущий зал, и он находится в Эуре. Это фашистская Фашистская ВДНХ в Риме. Я в этом музее, ради меня в этом музее включили свет, когда я туда пришел. И поразительное вообще, ну, сделает честь любому крупному музею. Такой экспонат там выставлен, никого, никто не ходит на него, не смотрит. Никому не интересует, потому что никто не доезжает. Вот. Вот там тоже такие, там львы нападают, очень прекрасные, осьминоги, есть на что посмотреть. Видите, ну это, и вот здесь приходится, видите, аккуратно выкладывать крупные плоскости из отдельных кусков. Представляете, какая-то сложная работа. Ну, это, конечно, высочайший класс. Ну, несколько примеров покажу, их хочется показывать много, но такой возможности у нас нет. Вот, например, гилосынифы. Ну, видите, да, все-таки вот руки уже как-то выизгибаются иногда где не надо, да, пропорции будут. Зато, здесь видите, масса, чем играет. Он складывает куски камня так, что формирует мышцы. Ну, это высочайший класс. Работа, вот не везде у него это получается, но, в принципе, как бы более или менее сделано. и находка такой, у каждой мозаики, это, конечно, событие. Ну, и она сама по себе прекрасна, и вы увидите, что если, ну, вот такой вот поздний опус сектили получился, то он повезет огромное впечатление, вот эти вырезанные отдельные элементы. Но это, конечно, одно неверное движение, и начинаю резать сначала. тут нужно было очень хорошее мастерство. Вот, это выезд какого-то, ну, вельможи, видите, на колеснице, со свитой. И, с одной стороны, все очень шикарно, посмотрите, сколько цветов, чего там только нету, а с другой стороны, ну, как-то очень по-детски получаются, особенно эти глазки, потому что, ну, уже все немножечко меняется. Но, жалко, ну, что же поделаешь, ничего, никто не обещал, что все будет развиваться только поступательно и вверх. Вот, вот это, собственно, основные типы мозаики. И потом я уже буду и говорить, как бы, не обращая на вас внимания, считая, что вы уже все знаете, да, о, вот здесь вот пус сектили, а вот здесь вот, а вот здесь, как здорово сделано, и так далее. То есть какие еще нужно знать термины? Синопия. Синопия, ну, вот кто знает что-нибудь о фресках, наверняка слышал это слово. Обычно синопия, это такой набросок, да, на вот предчистовой поверхности. Ну, и более того, считая, что когда покрывали чистовой, он через него просвечивал, и художник мог уже пользоваться наброском. А в мозаике синопия, это вот расчерчивание по чистовой или предчистовой штукатурке. Извините, известковому раствору. Вот. Вот его можно найти, и часто, особенно когда мы копаем что-то раскопанное в 18 веке, но это и в любом случае бывает, вот эти прекрасные камни, их, естественно, срывали, ну, и перерабатывали, или выкладывали мозаику где-то в другом месте. А если мы видим синопию, то мы в принципе можем догадаться, что, ну, как выглядела вот эта мозаика опус сектили. Синопия бывает и не только под опус сектили. Она может быть и под тесла, да, когда расчерчиваются вот эти основные плоскости, на которых собираются что-то делать. Ну, вот, смотрите, это редкий вид, вот, случайно нашел, даже не знал, что такое бывает. Вот сегодня решил, а ну-ка посмотрю-ка я какую-нибудь синопию забавную и нашел такую вещь. Это цветная синопия. То есть они, видимо, или, скорее, я думаю, заказчик хотел, поэтому они раскрасили, как бы, предварительный пол цветом. Ну, это просто дорого. Как бы, это сейчас, да, у нас синтетические краски, какой хочешь цвет, да, только это, только это, выбирай нужный, нужный, да, по каталогу. А тогда, конечно, краски могли стоить немало, но, тем не менее, видимо, заказчик потребовал покрасить, чтобы посмотреть, как будет выглядеть. Они покрасили, и видите, поверх этого положили уже, вон, видите, вон она, красная полосочка, и вот она идет сверху, красная полосочка. То есть, это очень редкий вариант. Я даже не знал, что такое бывает. Ну, вот, бывает. Ну, бывают всякие странные вещи, я вам еще покажу. Мы в ходе нашей экспедиции тоже открыли одну странную вещь и долго не могли ее объяснить. Наш итальянский коллега смог это сделать. А вот обычная синопия выглядит вот так. Видите, да, это просто выломанные элементы, но сохранились вот ряды, что называется, затирка, потому что она никому не нужна, и можем понять, да, что здесь были шестиугольнички, между ними треугольники, здесь прямоугольники и так далее, и так далее. Вот это, собственно, наши раскопки в Тепидарии бань виллы Ариан. Еще один элемент называется эмблемата, или в последующий я буду говорить эмблема, хотя, как бы, это жаргон. Но я так привык, я мой учитель так учил, когда я учился еще студентом, и поэтому я не могу и говорю эмблема. Ну, в принципе, и так понятно. Видите, что такое эмблема? Самое интересное, что она происходит от слова эмбало, то есть греческого, помещаю во внуки. Эмблема, эмблемата, это обычно центральная часть мозаики или какая-то отдельная композиция. Это очень часто может быть вермикулат, но не обязательно. Но это всегда что-то выложено очень тщательно. У меня был приятель, который занимался фламенко, и он говорит, что, ну, вообще фламенко основана на импровизации. Но есть вот эти быстрые соло, которые всегда привлекательны. И соло, ну, даже мастер может там неделями выучить. Все соло могут быть только заучены. Они не могут быть сделаны вот так, ты не сыграешь, ты обязательно сложаешь где-нибудь. Надо учить. А дальше уже там вот это все снова пойдет такое растекание прекрасное. И вот в этой мозаики точно так же. основное поле выкладывается сразу. А эмблемата выкладывается заранее в мастерской. И выкладывается, скорее всего, вот, так сказать, техникой обратной. Сейчас покажу. Вот, посмотрите, да, видите, здесь вот тасселат, а здесь вермикулат. Видите, аккуратно. это не такая вещь. Здесь почти границы не видать, правда? Но проблема заключается в том, что эту вот эмблему, ее можно просто вынуть, как ящик. У нее внизу часто лежит либо черепица, либо каменная плитка. Специалисты сразу увидят. Мы смотрим, красота в середине, как-то все сложно. Но иногда получается, что эта эмблема может быть от мозаики столетней давности. Как-то мозаика не может состоять из разновременных частей, правда? Ну, это же элементарно, ее полукады ничего подобного. Можно остасить эмблемы, сложить и выложить вокруг ты салат. В первые случаи есть. Они редкие, и этому есть доказательства. Вот если кто-нибудь из вас был на выставке Помпеи в Эрмитаже, которая была несколько лет назад, то там вот это была эта мозаика. Это изображение философов. Видите, в рамочке такой с всякими фруктами, масками театральными, но забавность состоит в том, что эта мозаика была найдена не в полу. Что-то так? Хорошо. Вот. Она была найдена вне границы Помпеи, там какая-то усадебка была, и в ней она просто у стенки стояла. Ну, в смысле, просто лежала на складе в надежде продать эту штуку отдельно. Вот о том, о чем я и говорю. Ее бы вставили в мозаику, ее бы нашли и были бы уверены, что она одновременно всему оставшемуся полу. К сожалению, иногда узнать, эмблема это или нет, что к ее выломов. Вот. Ну, конечно, сейчас есть вещи и попроще, там, при помощи всяких этих самых звукам, там, и так далее. Но тем не менее, вот такая забавная вещь, да, вот для меня было когда-то открытием, когда я стал внимательнее. я всегда считал, что эмблема это просто центральная, хорошо сделанная часть. Нет, она может быть принесена, можно соединить несколько из разных мозаик, можно разделить, все что угодно сделать. Да, мозаика тоже позволяет перемещать от нее крупные части. И это, ну, что сейчас делают, это ужасы там, да, знаете, мозаику могут навал накатать и перенести через десятки километров. Вот. Сейчас технологий очень много. Представляете, когда я, ну, как бы я не видел, но я видел фильм, это очень страшно. Когда мозаику с земли накатывают на вал. Вот. Но тем не менее, сейчас-то можно. А в древности вот так приходилось мучиться, таскать ящиками. Вот то, что, собственно, вот обратный набор, да, то, о чем я говорил. Почти вся античная мозаика, ну, собственно, вот эти огромные полы все делают техникой прямого набора. Вот это то, что мы видели на первом страничке, да, обратный набор делается вот так. Это я, ну, какой-то современной художницы увидел. Ну, видите, она рисует рисунок, кладет его, ну, она делает на пленку. Понятно, в древности это была не пленка, а на чем-нибудь там. Я думаю, даже просто на дереве рисовали. И сверху все это выкладывает. Вокруг рамочка и все это заливается, ну, сейчас, там, допустим, каким-нибудь специментом, а тогда известковым раствором. Да, переворачивается. Но вы должны помнить, что все как бы будет зеркальным, когда это делаете. Вот. То есть римляне использовали и прямой, и обратный набор. Судя по всему, до римского времени обратного набора не было. Ну, вы увидите, что это и было невозможно. Обус-барбарикум не дает возможности делать обратный набор. Вот хоть ты тресни. Вот такая история. Теперь несколько слов о том, как появилась мозаика вообще. Начнем мы издали. Вот. Собственно, как я уже говорил, а может и не говорил, первые мозаики были настенные. Мозаика слезла со стены. Она не залезла на нее, а наоборот. И что-то похожее на мозаику относится к концу четвертого тысячелетия. Это белый храм в уруке. Все идет, конечно, от шумеров. Как-то не странно. Но оно идет так странно, что, я думаю, шумера бы не узнали. Вот. И вот в белом храме это известная речь. Вот, видите, у шумеров стены украшались гвоздями. Но они иногда конусы, они действительно выглядят как гвоздь. То есть на них могут быть надписи. Ну, идея, что саму стену, когда она еще мягкая, стена глинистая, можно вставлять вот такие-то элементы. И, видите, получается красиво. Ну, как казалось шумером. Ну, вот. Естественно, эти элементы сначала просто вставляют, чтобы придать некий организованный характер стены. Вот, знаете, вот идея такая, природа прекрасна, а человек нет. Да, это говорит только тот, кто никогда не видел работу сталилитейного завода. Ну, имеется в виду, что, понимаете, сейчас у нас, ну, вот, я-то себя в флотной застройке чувствую, как рыба в воде. Мне нравится. Ну, вот. Ну, есть люди, которые, ах, там, деревья, цветы, как это прекрасно. Вот бы сделать город-сад. И в древности такой проблемы не было. За околицу выйди, а околица в двухстах метрах. Поэтому, наоборот, всякая регулярность человеческая казалась высочайшим достижением. Если стена там не просто обмазанная, а она вся в кружочек, му-у-у, просто прекрасно, да. Глаз радуется. Ну, потому что человек любит что-то такое ритмичное. И сам человек умеет делать ритмично больше, чем природа. Ну, есть исключения, да, мы все это знаем. Но каждый раз, когда природа делает что-нибудь такое, все этим восхищаются. Вот. Ну, а вот в красном здании уроки, это уже попозже, видите, level up случился. Цветные гвозди. Это такой красно-белый орнамент. Надо было поставить, что-то я взял, не подумав, черно-белую фотографию. Но это уже безусловная мозаика. Она состоит из нелегких элементов, но она может быть только на стене. Почему? Потому что, если вы получите это на пол, оно просуществует ровно день, а может и меньше. Во всяком случае, до того, по крайней мере, можно начать ходить. Все это, в основном, элементы глиняные. Даже если там используется камень, то только, видите, вот так вот. Ну, вот где-нибудь сюда можно что-нибудь каменное вставить. И вы понимаете, все это сразу же сломается. Вот. Именно поэтому мозаика выживает на стене. Ну, на стену максимум можно слегка опереться. Да, если, представляете, там радостные шумеры, толпой человек 150 побегут по этой мозаике. Или хотя бы будут на ней стоять и переминаться. Все сразу же сломается. Поэтому, пока не появляются хорошие связующие, не может быть хорошей мозаики. Поэтому мозаика появляется в Римской империи. Здравствуй, римский бетон. Вот. Именно поэтому бетон дает возможность делать ее где угодно, как угодно и сколько угодно. Вот. А до этого никак. Вот. Вот посмотрите. Это вот Убарет. Это уже более поздний период. Это уже третье тысячелетие. И видите, вот стены тоже были украшены вот такими вот вставками каменными, цветными и керамическими. Но все только колонны, только на стенах. Вот. И это, вы видите, мы уже с вами шагнули, ну, где-то через там 500 лет. Вот. Ну, конечно, некие шаги вперед есть, но все это очень медленно. Это, конечно, мы ни в коем случае не можем посчитать еще, ну, тем, что, ну, вот, видите, они рельефы, в них тоже вставлялись инкрустационные элементы. То есть, идея, как делать мозаики, она была, но только на стене. Она вполне перерастала. Это вот замечательная вещь. Нинхурсак, это что-то вроде великая мать, общая мать, да, звучит ужасно, как дьявольская богиня. В действии, очень добрая и хорошая. Вон, видите, какая с львиной головой. Вот такие вот элементы. Это все инкрустации. Прямо снаружи храма фризами такими шли. Но все равно, вот там есть всякие штандарты из ура, тоже отдельные элементы, фигурные элементы. Никак, все это на стене. Ну, вот как это выглядело. Вот, видите, вот эти колонны, которые мы только что видели, вот эти длинные элементы, а вот рельеф, который был, я просто рельеф вам показал, ну, чтобы вы поняли, что это такое. Все очень интересно, но третье тысячелетие, а все еще тихо. Тем не менее, есть еще один забавный пример. Это гробница Нефермаат в Медуме, в Египте. Как вы понимаете, Египет в стороне не оставался. И Нефермаат был родственником Снофру, великого фараона. Это единственный египетский фараон, который, во-первых, тот, кто придумал острые пирамиды, во-вторых, у него самого их было три. Я не знаю, зачем. Основная, запасная и вторая запасная, наверное, да? Не, ну, там есть всякие объяснения, не буду вас ими мучить, и у нас сейчас заговорили о Египте. Вот так выглядела его мостова, вот эта вот гробница, вельможа. И там были найдены вот такие вот рельефы. Чем они интересны? Это этот Чикаго. Вот видите, здесь вот что-то с рельефом случилось, да? Дело в том, что большая часть их находится в музеях в Каирском. Я вот специально смотрел, это очень здорово. Это то, что называется опус эктиле, то есть инкрустация. Это, видите, вырезанные элементы, и они были залиты пастой. Мы имеем только одну гробницу, где это проведено методически. Это, собственно, гробница неформат как раз. Больше никогда так не делали, но замучились, посмотрите. Вот здесь хорошо видно, да? Вон, видите, кусочек выпал, паста выпадала. То есть ну это почти что мозаика вот такая, но нет, инкрустация не мозаика в силу того, что это совсем другое дело. В мозаике, да, вы все-таки вырезаете, ну как бы, вы должны использовать элементы, а в инкрустации вырезали контур фигуры, ну и египтяне заливали ее этим самым, заливали специальной пастой. Больше так не делали, видимо, но паста, это они мешали раствор какой-то, ну скорее всего, тоже известковый, только еще более простой, с чем-то цвет, ну, с этим самым, с цветным пигментом. Но поэтому он был рыхловат, и видите, вываливал. Все-таки забавно, он мальчик с обезьянками, обезьяна пас, видимо. Вот. Ну, это мы сразу перескакиваем, да, уже в первое тысячелетие проще делали ассирийцы. Просто пол из камня. С рельефом. Причем он изображает ковер каменный. Ну, это, видите, как раз, рельеф на пол переместить, это, ну, я не скажу, большого ума не надо, это тоже некая техническая проблема, но, как вы видите, каменный рельеф быстро не сотрется, и вряд ли он треснет. Ну, каменная плита не трескается, да, украсим ее рельефом. Каменный рельеф есть, это не единственный, ну, это просто он такой шикарный, забавный, есть даже восстановление, что они их раскрашивали, предполагают. Да, все это вероятно, но все-таки это все еще не мозаики. А вот это, видимо, все-таки уже мозаика. Это у Шаклы Хьюк, открыт он был, если я не ошибаюсь, в 20-м году. Это совершенно новое открытие, ну, по археологическим мелкам, да, у археологов тоже, знаете, 20 лет назад открыли очень новое открытие, пока до всех дошло. Вот такой вот Хоум, и там находится памятник эпохи Баронзе, принадлежащий Хеттам. Это Хеттский памятник. Вот второе тысячелетие. Вот с второго тысячелетия мы можем вести историю уже настоящей мозаики. У них там раскопчики. Вот так раскоп выглядит сверху. И вот здесь такой участок, он 7 на 3 метра. И к огромному своему удивлению, ну, это, знаете, это если мы там микросхемы начали находить, наверное, так же я бы удивился, там, античные такие, глиняные. Ну вот. Вот ребята удивились так же. Вот она. Это пока что самая ранняя человеческая мозаика. Это напольная мозаика. Она сложена все-таки просто из камней. Это не галыши, это не окатанные камни, а просто камушки. Ходить по ней, наверное, было неприятно. Но похоже, что здесь была какая-то особо важная культа. Это довольно большая площадь, да, то есть 7 метров. Какая-то культовая площадь. Ну, поэтому там не предполагалось стоять голыми ногами долгое время. Ну, они так, ну, пытались класть камушек каждый раз наверх какой-то, каким-то, ну, плоской стороной, но не всегда получалось. Вот. И видите, здесь уже мы видим какие-то треугольнички, да, какой-то орнамент есть, хотя он очень теряется, там вот сюда треугольник, туда треугольник. Это не нормальный орнамент. Но вот но все-таки мы видим, что мозаики появляются вот здесь вот, на переднем востоке, где была вот эта древняя традиция, идущая от шумеров, традиция перешедших. То есть все-таки, ну, как бы ясно, что иногда кому-то возникала идея, а давайте на пол походили. Ой, плохо, ребята, да, нет, давайте не будем. Вот, вот части этой мозаики. Видите, камни разнокалибернейшие, тоже некоторые почти что каким-то острым углом лежат вверх, хотя большая часть уплощенные. Они не округлые, какие набрали, те и получились. Но все-таки, как это, как в песне про это, про звук, да, только звуки ужасные эти были первой песней на свете. Вот это оно. Вот. Но, как вы видите, вообще, и даже на востоке идея напольной мозаики, которую мы можем зафигировать археологически, относится к первой половине второго тысячелетия. Это уже египетские пирамиды уже построены. Да, то есть пирамиды строили, а мозаику не умели. Удивительно. Такие вещи бывают. Вот. К второму тысячелетию, только это уже, естественно, после середины, где-то 15 век, относится Теринф. Вот, Теринф прекрасен. Это вид старца, да, вот такие гигантские глыбы. И при раскопках Теринфа были найдены вот такие полы, видите, белыми камушками заложены. Это безусловная мозаика. Но она, ну, тоже бессистемная, разноуровневая. Вот. Вообще, мекенцы, похоже, пытались использовать мозаику. Да, есть еще несколько находок небольших. К сожалению, как вы понимаете, если мозаика разрушена, вы ее уже никогда не определите. Да, просто есть камушки. Вот, интерпретируй их как хочешь. Но, как видите, собственно, ну, мекенская цивилизация, это восточная цивилизация. Вот в свое время, как я говорю, Юрий Викторович Андреев, такой исследователь, написал книжку «От Евразии к Европе». И, как бы, что, ну, мекены, это еще Азия на европейской территории. Это вот выплеск этой переводорасточной цивилизации. А вот уже, конечно, архаическая Греция, это что-то совсем другое. Ой, извините. Как вы понимаете, традиция продолжала жить где-то, это вот Алтын-Тепе, не путать с Алтын-Депе среднеазиатским, это два совершенно разных памятника. Ну, это и то, и другое, значит, золотой холм. Этих золотых холмов, как вы понимаете, вот столько. Это самая середина, он вообще довольно высокий холм и мощная крепость. Это урартский памятник. Видите? Урарты, хетты, да? Я думаю, где-то у ассирийцев это тоже все должно быть, даже еще в старой Ассирии. И здесь тоже найден вот такой вот пол в два цвета, черные и белые камушки в перемешку. Хотели сделать красиво. Извините, я где нашел цветные фотографии, я заменил, но вот не везде они есть. Наконец происходит первый прорыв. Это вот примерно в это же время, да, вот когда Алтын-Тепе делают вот так, в Гордии делают вот так. Мы будем специально я вам специально расскажу отдельно о мозаике из Гордии, когда я буду рассказать о мозаиках Турции, здесь тоже были взяты камни не окатанные, но видите, здесь уже ярко выражены орнаменты. Там довольно большой участок в десятки квадратных метров был выражен. Очень странно, орнамент начинается, вдруг заканчивается. Где-то большой кусок, где-то вдруг там кружочек, где-то какие-то треугольнички, где-то что-то сложное. Это то, что от него осталось. Они не стали брать мозаику целиком, что, конечно, большая ошибка, не взять целиком первую в истории человечества крупную мозаику. А вырезали из нее несколько красивых кусков, их и оставили. Но не будем катить бочку на археологов. Археологи обычно делают, что могут. Видимо, не было средств, возможностей и так далее. Они там еще валялись на складе 20 лет, прежде чем их выставили. Но вот. Но тем не менее, вот это уже первая настоящая мозаика. В ней есть элементы, в ней есть большие участки разных, разная орнаментация. Она хорошо зафиксирована. Я покажу вам ее большие снимки, мы это все рассмотрим. Просто у нас нет времени сейчас на этом останавливаться надолго. Ну вот такое вот забавное пол, найден в латоне на Крите, это уже, это галыши. И надо сказать, что здесь вот издание, которое я отобрал, говорит, ясно видны круги, полукруги и элементы. Мне нет. Ну вот. Ну нет, здесь есть некие центры, да, от которых все расходится. Но я это показываю как то, что вот это лет на 150-100 позже, чем предыдущая мозаика, у греков появляется идея как бы использования галышей, набора их. Здесь они, правда, поставлены на ребро. Вот. И тут с 8 века по 5 мы не знаем ничего. Ни одной нормальной мозаики нет. Ну, как бы, я думаю, найдут. Но пока, как все это перешло в Грецию, как они все это получили от Фригии, да, Гордио, это столица Фригии, вот, мы не знаем. Но следующий этап уже 5 век. Вот. И вот это город Олимф, он был разрушен Филиппом Македонским, и все археологи благодарны ему за это, потому что он так его хорошо спалил, что все просто дома остались как разрушились, так и все. Видите, прекрасный план существует, вот они стоят, там масса работ на истории Олимфа сделаны, он последнюю читал буквально статью, наверное, на прошлой неделе про как раз Олимф. Ну вот, но там есть хорошие даты, и часть мозаик, не все этого города, там четко датируются с примерно 420-го, примерно по 380-й год. Вот. И вот здесь мозаики приходят в Грецию, Олимф это халкидики, это вот самый, ну север, да, вот это вот такой, там где Афон, вот эти места, это даже не основная Греция. Но посмотрите, поразительно напоминает мозаику из Горде, да, видите, какие там кружочек, считается, что это колеса изображены, а это что? Свастики, видите, да, никакой организации еще нет. Двойной топор, это лабрис, это лабрис, это топор, таким топором убивали жертвенных животных. Вот. То есть, в принципе, вот как будто и не прошло там 400 лет, да, ну или 300, что, как бы, но греки очень, видимо, вот каким-то образом в Олимф попадает эта идея мозаики, но они очень быстро развиваются. Вот, видите, здесь уже все не так страшно, да, видите, вот это колесо, оно еще в два цвета сделано, это все черно-белые, все это голыши, примерно до двух сантиметров. Я думаю, они там умирали их искать в ближайшей речке, да, и сортировать, но, наверное, дело того стоило. Вот сейчас мы увидим, как появилась мозаика вообще. Вот от такого, такому, а вот такое. Это уже самый конец пятого века, буквально 20 лет между этими мозаиками. Вот за что я уважаю греков и считаю, что вот здесь они, конечно, делали восток, как это самое, крылья как быковцу. Они как бы, им попадает какая-то идея, там, египтяне так делают, тысячу лет делают, две тысячи лет делают, три тысячи лет делают, и из-за того, что-то сочет другое изобретают уже через 20 лет. Вот. И вот смотрите, здесь уже мы видим четкий круг. Вот этот же элемент, да, вот эти колесты, они страшны. Считается, опять же, что это колеса от колесницы. И все не очень хорошо получается. Видите, пошел, повел волну, повел, 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 ничего ты не рассчитал. Ну, видимо, еще нет как бы опыта, да, вот этого расчета, когда, знаю, сразу, ну, это всегда, да, когда ты какое-то яйцо расписываешь, там, дорогая, мама, такими двумя маленькими. Ну, каждый, наверное, с этим хоть раз в жизни сталкивался, вот. И вот это вот точно оно, потому что автор там, это очень сложный вопрос, возможно, два разных мастера делали, просто это же первая вещь. А вот, смотрите, там ослик появился, да, вот, собственно, показываю крупным планом, да, ну, ничего, заказчики явно, и вот мы видим, вот они, отдельные глуши, и здесь мы уже острых камней практически не видим. А вот, дорогой леопард, иди ко мне, называется, да, кентавр, преследующий леопарда, но леопард недоволен. Вот, вот это самый простой вариант греческой мозаики, конец пятого века, и с этого момента мы уже можем четко сказать, что, мозаика в Греции есть. Все прекрасно. А дальше уже, видите, все серьезнее. Вот, мы видим, это уже четвертый век, это уже где-нибудь там, 380 год, видите, да, уже вот это колесо становится просто узнаваемым, вот эти все волны уже друг на другу не налезают, все прекрасно, видите, а за боков тут меандр, вот, все, это еще, еще 20 лет, да, уже все выправилось, просто совершенно, прекрасные моменты. Все это только мозаика, вот то, что называется опус барбарикум, да, то есть, мозаика этими самыми глушами. Было, историки предполагают, что называется же опус барбарикум, не случайно, наверное, от барбаров они взяли этот способ, но справедливо, ну, что им делать, да, вот, надо же чем-то оперировать, но, конечно, скорее говорят о том, что это уже в римское время, все считалось провинциальным таким, варварским, что вы варвары из глушей делать совсем. И вот, посмотрите, все более становятся сложные элементы, это мозаика охоты, здесь вот уже охотники появляются, видите, и появляется вот эта система, в середине либо четырехугольник, и от него все расходится, и орнаменты, и фигуративные элементы, или круг, интересно, что круг появляется почти сразу, да, вот, он один из первых вообще элементов, вот эта система, круг, и вокруг него орнамент, сначала круглый, потом квадратный, вот, то есть, видите, с пятого века, ну, с самого конца пятого, часто мозаикой украшается, вот видите, круг, вокруг него квадрат, вот еще волны здесь, еще одна линия пальметок, а это вход, он тоже украшается мозаикой, как правило, мозаикой украшены андромами, андроны, то есть, пиршественные залы для мужчин, ну, поэтому они и андроны, мужские залы, вот они там наслаждались ими, вот сидящие на такой мозаике, ну, как бы, как вы понимаете, поверхность такой мозаики бугристая, да, потому что галыш, он все-таки, ну, как бы, он не плоский обычно, вот замечательная мозаика, тоже из одного из домов, это, смотрите, это фетида, ахиллес, для дураков надписано, ну, собственно, меня некоторые вообще греческие там базы поражают, там стоит девушка, написано девушка, держит сосуд, написано кувшин, вот, ну, чтобы все поняли, ну, вот, но здесь это, собственно, нереиды, которые везут оружие ахиллова, и фетида его приветствует, видите, то есть, получается уже сложные фигуративные вещи, это где-то, ну, где-то 380-й год, да, то есть, как они быстро, да, 50-ти лет мне почти не произошло, как они вот так вот развились, ну, 50 примерно, нет, меньше, меньше, да, около 40, вот, вон, видите, несколько элементов, здесь там, это вот Дионис едет перед ним, сатир бежит, здесь Минады танцуют, видите, и их уже начинают, то есть, обычная центральная, ну, естественно, центральная композиция куда-то обращена, а остальные идут по кругу, только по квадрату, в данном случае, ну, вот, то есть, вот мы видим, как развивается мозаика, и, знаете, некоторые из них не хуже, чем какие-нибудь британские, ну, я имею в виду мозаики из Британии в времена Римской империи, а даже и получше будут, появляются большие надписи, ведь вот здесь тоже это колесо, все-таки страшно они его любили, написано Агатетюхе, да, то есть, мудрая богиня удачи, или Эртюхея Кавы, да, прекрасная, вот, то есть, и здесь различные надписи, то есть, видите, ну, некоторые продолжают еще делать, что называется, извините, в старом стиле, да, вот, с какими-то вот этими мелкими элементами, но вообще, какой-то мейнстрим становятся вот такие вот мощные мозаики, вот это уже где-нибудь 350-й год, на середину 4-го века, нет, ну, конечно, по сравнению там с Помпеями, ну, так, вот, но, видите, это уже четкие, геометрически рассчитанные, они, ну, сразу, ну, первые там, пару раз, когда у них волны не сошлись, они поняли, что как-то надо с циркулем работать, вот, и дальше мозаики начинают рассчитывать, то есть, но, как видите, здесь мы не видим никакого ни рудуса, ни нуклеуса, просто вот такое каменное покрытие, по нему, значит, известковые растворы, поехали, поэтому они сохраняются хуже. Ну, вот, одна из самых знаменитых мозаик Олимпфа, уже где-то 340-х, 350-х годов, уже была разрушена Олимпфа, почти сразу после этого, видите, здесь сцена Терзания, грифоны Терзают, я думаю, что оленя, наверное, а здесь Белерафонт охотится на Химеру, вот, обычно техника была такая, выкладывали, ну, то же самое изображение по краю выкладывали галышами, а потом уже докладывали серединку, ну, подбирая их, вот, ну, как вы видите, это очень сложная вещь, и это вот середина, как раз, ну, чуть позже середины 4-го века до. Также одним из центров мозаичного искусства становится Секеон. Ну, вряд ли, я, опять же, не хочу огульно вас обижать, возможно, вы большие знатоки Секеона, и Секеонского искусства, но Секеон обычно как-то находится в тени, а между тем, вот я тут с недавних пор стал вводить экскурсию по, только по галереи древней живописи, от начала до конца, ну, правда, у всех потом шея болит и голова, потому что все время смотришь на потолок, но там я этот Секеон через раз, Секеон считался местом, где были лучшие греческие художники, лучшая школа художников. Что твоя Флоренция? Город не самый важный, но художественная школа не в смысле учреждения, направление была прекрасной. Естественно, как вы понимаете, если хорошие художники, то до мозаика они страшно заинтересовались. И Секеон тоже становится, вот в четвертом веке появляются Секеонские мозаики. Ну, самые самые ранние, они где-то вот 470, извините, 370-х годов. То есть, когда уже в Олинфе, ну, то есть, в Олинфе все, вот мы уже конец смотрели, а там только началось. Вот самые ранние вот такие. Посмотрите, видите, здесь внутри так проложены всякие, мышцы, да, вон, зайчик какой замечательный. Вот это, ну, тоже круг, но он поврежден, поэтому я показываю только отдельные элементы. А потом все улучшается. Вот это уже вторая половина четвертого. Пошла. Видите, это тоже животные, а вот тоже, это как бы все идут десятилетия, да, не столетия. Греки развиваются быстро. Посмотрите, какой сложный орнамент. Вот уж точно требующие расчеты. И видите, с использованием трех цветов, да, черного, белого и красных камушков, все это тоже галыши хорошо видно, как они выложены. Видите, как аккуратно, да, все эти изгибы, тут уже было подобрать камешки по размеру, они все меньше и меньше. То есть, это искусство, оно чрезвычайно развивается у грек. У реки. Считается, что на берегу реки. Ну, надо было искать. Понятно, где-то больше белых, где-то больше черных, а красные надо как бы покупать у соседей за большие деньги. Вот, собственно, прорисовка этого орнамента. Ну, какой-нибудь эра какобы не посочило его совсем уж плохим. Вот, и все это из галышей, да, представляете себе. Вот, прекрасная совершенно сикионская мозаика с изображением Гарифона. Вот здесь хорошо видно, как они подбирают. Видите, когда маленький, видимо, каждый камушек приходилось как-то вот поделать. И надо сказать, что есть еще один интересный момент. Вот здесь он не выражен, а уже в Горде они связующий раствор начали красить. То есть, если красный, например, цвет, это имеет специальное название, вот сейчас из головы вылетело, это есть термин, как это называется, но в смысле подкрашивать и раствор. Вот, в сикионе они не подкрашивали, а, скажем, в Пелле уже да. Ну, то есть, чтобы создавать более ровное впечатление фона. Вот тоже, видите, мчащиеся кентавры, здесь вот тоже Гарифон, преследующий оленя. Все эти динамические вещи, но сразу видно, да, что художники здесь были, поэтому, в общем, было, что сделать. Мода эта приходит и в Италию. Это Моттия. Моттия – такой небольшой островок, на самом конце Сицилии, вот, крайне западной Сицилии, да, где вот она так заостряется. Там была генетическая колония, потом она подела, подчинена Карфагену, потом ее взяли, взяли сиракузские тираны после долгой осады. Это была целая история, не буду вам ее рассказывать. Вот так вот выглядит этот остров. И там тоже есть мозаики. Вот они. Тоже относящиеся уже ко второй половине четвертого века. То есть, как видите, эта идея, она не только была сосредоточена в материковой Греции, она переносится и в Италию. Ну, и своя школа сразу видно, правда? Вот. Забавные, да, такие немножечко. Они как раз очень часто ставят галыш на ребро, чтобы сделать, есть такая, получается, ребристая мозаика, но и на некоторые плоские. Видите, глазик, сделали? Забавно. Вот, да, тоже сцена терзания. Ну, по сравнению с сикионскими мозаиками этого времени, они, конечно, похуже, но, как вы понимаете, кто эту мутью знает? Где-то далеко, а мозаика уже есть. Она начинает медленно распространяться по греческому миру. Сначала слегка, а в IV веке все дальше и дальше. Вот тоже разные животные, вон, видите, вот, мне кажется, что геометрические элементы класят из, конечно, галышей, это вообще не особенно легкое занятие, тем не менее, им это удавалось. Замечательные мозаики найдены в Эротрее. Вот, посмотрите. Вот это уже, если не говорить, что это галыши, можно и не поверить, правда? Вот такие вот, как принято говорить, сфинги, да, то есть, женские сфинксы в калафах. Но это все, в основном, черно-белые мозаики. Эти вот тоже, медуза горгона, разные цветы. То есть, в принципе, греки возводят ее на очень высокий уровень. Но элемент случайный, его надо искать просто. Вот сегодня на реке я не нашел маленьких галышей. Иди ищи, да, а то мы не закончим работу по заказу. Вот, посмотрите, это же эротрейская мозаика, здесь всякие терзания, льву делают, гривы разноцветные, вон, амазонки сражающие, где-то, да, амазонки сражающиеся с грифонами. А вот это вот не видно, не по кампфе. Вот видите, тут видно, что остались выкладывать по краю, но не всегда хорошо получается. Видите, сапожки у нее желтенькие, здесь у нее как бы смешаны, складки. Здесь, видите, даже некая светотень показана на щите. Это все галыши. Найденные наречки, найденные наречки. Но, это понятно, что это был тупик. Что-то нужно было сделать новое. На все галышей не хватит. Пожалуй, самые прекрасные мозаики в стиле опус барбарикум находятся в Пелле. Пелла была новой столицей македонян, по-моему, архивай. Царь архивай переносила туда столицу из Эг. Старые столицы в Эггах продолжали хоронить, а Пелла уже была столицей. Вот при Филиппе Македонском и при Александре Македонском Пелла прекрасно раскопана. Видите, тоже геробные дома, замечательная совершенно такая регулярная система. И, ну, я всегда говорю, что рыба ищет где глубже, а художник там, где много денег. И это понятно, потому что, ну, каски, холсты и вообще все стоит денег. То же самое и голосовы, художники лучшие стекались к Македонскому двору. Ну, потому что здесь были средства. А и Филипп, и Александр были такими меценатами, бросали деньги налево и направо, поэтому здесь нужно было быть художником. И вот, посмотрите, видимо, лучшие назаечисты оказались именно здесь. Здесь уже какое-то внутреннее членение с серыми камушками, тщательные тонкие линии. Но сейчас мы увидим, как художникам не хватает элементов и как они с этим справляются. Вот знаете, мозаика Диониса из Пилочи. Некоторые считают, что это эпоха Александра Македонского, некоторые считают, что это Филипп. Чуть пораньше. Но все-таки для Александра для Филиппа слишком крутовато. То есть, ну вот, для Филиппа должно что-то равное Секионской школе. А это еще получше. Ну вот, тоже замечательный, да, Дионис на Леопарде. И посмотрите, видите, вот эти элементы. Ну, нужны длинные линии, да? Вот, мирный кулак нужно делать. Почему? Невозможно ГВ-шапе выделить тонкую и они вставляют пластину из свинца. Это свинцовые пластины. Но все равно сделано, конечно, совершенно бедовостно. У вас микрофон. Да? Очень хорошо. Вот. Я всегда микрофон на вацкан закрепляю. стоит его закрепить не туда. И он сразу начинает вести себя не так. сейчас секундочку. Я еще забрался? Нет, сейчас соберем. Плыви. Плыви. Вот так. что-то поймете. Можно я его сюда прикреплю? А то что-то совсем не хочет слушаться. Вот. Вот мозаика охоты из Пелого. Просто прекрасная. Видите, изображены охотники в таких характерных шляпах. тоже. И посмотрите, здесь это уже как-то это есть, так можно выразиться, вермикулат барбарикум. То есть тонкие, мелкие камушки сделаны. Действительно, видите, мышцы передаются. Все сделано в ракурсах. Настоящая картина и все голышами. Но такие вещи виртуозов, мозаичистов ты на всех не наберешь. На их три на всю Грецию. Вот, видите, тоже. Вот они, вот они эти линии. вот. За счет этого, конечно, художник может четко ограничить и сблизить разные цвета. Не делать это все-таки прямой, но ближе смотришь, он начинает немножко рваться контур. А здесь контуры становятся практически сближенными. Вот изображение колесницы, здесь много красного цвета. Все тоже эти самые окатанные камушки. Надписи появляются. Ну и вот написано, Гносис это сделал, да, видимо. Вероятно, это все-таки мозаичист. Надо сказать, что мозаичисты вообще проявляют себя очень редко. Но тут, видимо, человек себя превзошел. Он решил, что это надо как-то отметить. Видите, вот какой орнамент-то замечательный. Здесь сделан, да, просто закручивающиеся вот эти вот побеги, цветы. Здесь, видите, охотники, сражающиеся с оленем, и собака, все что угодно. То есть, вот это вершина развития областа барбарикума, вершина греческого орнамента в этом виде. Ну, вот тоже круглые композиции, прекрасные. Интересным памятником является недавно открытая гробница, лет пять назад. Они там все следили, по камере открывали, все ждали. Кто там похоронен, до сих пор непонятно. Видимо, все-таки есть предположение, что Олимпиада, в частности, мать Александра Македонского. Это гробница около Амфиполя. Лев, предположительно, поставлен на нее, он где-то здесь найден был. Вот такой гигантский курган. эти самые македонские аристократии коронили себя в курганах. Видите, вот там сфинксы были, креотиды, и вот она мозаика. Это редкий случай мозаики в погребении. просто уникальный. Здесь изображен Аид, который похищает Персифону, а Гермес помогает ему его вести. К сожалению, вот сюда они что-то поставили, здесь не было ничего, но это, видите, специальный вырез, он круглый, мозаика повреждена, но, как видите, вот это, если это Олимпиада, это уже, собственно, вот тоже где-то получается 30-е годы 4-го века. Ну, как видите, настоящие мозаичные картины, но это тоже недавнее открытие, поэтому хотел вам его продемонстрировать. Также прекрасные мозаики найдены в Эггах, старой столице, это, собственно, раскопки города и дворца, а вот этот театр в Эггах вот здесь убили Филиппа Македонского в этом театре. Он вышел поклониться народу, и после этого его и убили, бедняжку. Ну вот, и вот здесь найдена вот такая вот мозаика, посмотрите, да? Ну уж не хуже, чем в Секеоне, правда? Вот. Считается, что это как раз пиршественное или приемное зало дворца, опять же, чего? Не совсем понятно. Может быть, Александра Македонского, может быть, Антипатра, но в любом случае это царский дворец. Видите, вот здесь такие вот дамы изображены по краям. ну и смотрите, здесь ленты пытаются сделать, изобразить, что они плоские. Кажется, что это можно сделать только тессалатом. Нет, можно и так, но просто надо очень стараться. Вот это человек для масштаба, чтобы вы поняли размер этой мозаики, она совершенно потрясающая. Ну, конечно, по краям уже все, ну, просто засыпано. Но здесь стояли рожи, поэтому, собственно, никому здесь мозаика была и не нужна. Ой. Ну, и из таких вот центров это уже, собственно, начало третьего века. Таким важным центром мозаичным является Родос. Ну, это вот с колоссом Мородосским как раз где-то вот в это время построенным. Он, конечно, не такой был, это не важно. И все там выглядело немножко не так. Ну, чтобы просто вы понимали, где это? Вот смотрите, какие мозаики там замечательные. Это вот кентавр поймал зайчика. Кентавр, кстати, часто зайцев изображали, но они же охотятся. Вот это Тритон вообще считается. Выглядит страшновато. Ну, как видите, это мозаики вот уже в том самом сикионском стиле. Он уже разошелся по Греции. Мы просто их мало видим, но их, вероятно, было намного больше. И вот такая мозаика, тоже очень любимый сюжет в начале и сохранившийся до конца историей мозаичного искусства Белерафонт, убивающий химеру. Вот видите, он львиная, а у нее голова козла. И здесь еще змея. Вот. То есть динамично все. И вон, это самое, сфинкс, сфинкс тоже сидит. И вот в Третьем веке вот от этой нехватки идеи, ну не нехватки, да, нужно придумать новые элементы. Тессалат появляется в Третьем веке до нашей. Начинают делать тессеры, но не сразу. Сначала вот смотрите, видите, фигуры, это мозаики из Ариапага в Афинах Третьего века. Фигуры, сделанные из галышей, а между ними что-то такое черное. это камни, они упрощенные, но угловатые. То есть начинают использовать одновременно угловатые камни и вот такие вот и опус барбарикум, да, вот эти вот галыши. Это очень узкий период. Если вы что-то такое видите, это всегда Третий век. Ну или какая-нибудь глубокая провинция. Вот в Эретреи тоже пытаются ставить галыши снова на ребро. Видите, вот такая забавная мозаика в какой-то местной купальне сделана. И, пожалуй, самая хорошо сохранившаяся мозаика такого типа, вот этого переходного, да, от барбарикума к Тессалату, это мозаика в Лебене на Крите. Это самый юг Крита, где, наверное, посередине, там от Феста, чуть-чуть вбок на юг. Это вот сам городок. И вот, посмотрите, ну вот если так посмотреть, даже я не поймешь, что такое. Ну, какая-то такое вот некое ощущение пены говорит о том, что вроде, где-то, вроде, например, это опус барбарикум, да, что-то такое вот не Тессалат явно. В действительности все выглядит вот так, смотрите. Вот это фон, это опус барбарикум, черный, а белый, это еще не Тессалат. Ну, ну, но они уже стараются. Они понимают, что все-таки если плоские края, то проще как бы формировать. И в третьем веке наконец они находят вот эти элементы уже точные Тессеры, ну, более-менее, ну, скажем так, подквадратные камушки, и опус барбарикум выблескивается, ну, он как бы никогда не умирает. Все-таки, ну, если у вас есть время, но нет мастеров, проще послать мальчиков поискать камушки на речку, правда, вот, чем пытаться что-то делать. Но, тем не менее, конечно, вот победа осуществляется в третьем веке, и дальше уже эллинистическая мозаика становится мозаикой опус Тессалатум. Вот, и она уже плавно переходит к римлянам, они уже, к римляне уже берут ее в готовом виде. Видите, римляне иногда делают инкрустацию, вот этот опус Эктили, это помпейские инкрустации, они настенные, инкрустации, как правило, настенные, и это, в общем, не мозаика. Это то, что, конечно, когда-нибудь приведет к среднему варианту опусу Сектили, но все-таки это другая линия. Вот, это замечательная инкрустация из помпеи, Минада, Сатир. В заключение я хотел несколько слов сказать еще о мастерах. Вот, видите, это эллинистическая мозаика, и написано Гефестион, да, сделал. Вот, причем, смотрите, как здорово, как будто листочек его оторвался сбоку, здесь примазан чем-то, и вот оторван. Но редчайшие случаи, то есть, вот, все-таки в мозаике, поскольку она появилась поздно, вот тот момент, когда каждый там вазописец писал, я такое-то это сделал, уже такого момента не было, и мастер позволял себе это редко, и иногда видел такой вот шуточки. Ну, вот еще знаменитая мозаика, это так называемая мозаика мастера Сосия, который сделал мозаику грязный пол. Это как-то кошмар домашней хозяйки, да, или уборщицы, сколько ни убирай, пол все равно грязный. Ну вот, мозаика очень хорошая, она хранится в Ватикане, но она не сама Сосия, Сосия работала в Пергаме, в Пергаме никакой такой мозаики не найдено, а здесь, видите, написано Гераклит, ну, буквально это сработал, да, это сделал Гераклит, вот, тоже такая вот редкая надпись, ну, видимо, поскольку эту мозаику трудно повторить, он решил вот себя так увековечить, а так обычно такого не делалось, и мы, кстати, в большинстве случаев, мы в большинстве случаев можем узнать руку мастера, но часто и ее не можем узнать, потому что работали большими группами, как бы ватагами, если бы не подписывать, же, бригада Петрова сделала эту мозаику к пятилетию управления императором Нерона, да, ну, звучит неплохо, но тем не менее, то есть имена до нас доходят редко, но даже если бы они были, я думаю, в этом было бы трудно разобраться, а вот эта редчайшая вещь, это часть саркофага, скорее всего, которая находится в музее Остии, и здесь изображены мазоечисты, которые изготавливают ТССР, вот видите, они их изготавливают, вот там у них такие крупные ТССР квадратненькие вываливаются прям-таки из вот этой корзины, а здесь уже тащат мешки с ними, это единственное изображение мазоечистов, вот этих, ну, скажи, изготовителей ТССР вообще в мире, ну, вообще больше пока не найдено, ну, вот, поэтому, конечно, об их работе, вон они вываливаются, большие сделаны, чтобы все поняли, об их работе мы мало что знаем, но достоверно известно, что, конечно, это была очень хорошая организация, камни из Сирии могут оказаться, ну, в смысле, ТССР и Сирии могут оказаться в Британии или в Испании, легко, то есть это вот у них были связи эти мазоечные ТССР или там какие-нибудь сектили готовые, они преодолевали тысячи километров, ходили по всей империи, в районе, где добывали каменек, делали, потом посылали мешками, но как это все было, мы не знаем, да, никаких договоров, историй, чеков, да, на нас не сохранилось, но тем не менее, это было точно так, именно потому, что империя охватила вот такой гигантский, гигантскую территорию, где были камни любого цвета. Вообще-то еще со времен Нерона начинают использовать стекло, в основном синий-зеленый цвета, да, их нет, ну, их мало в природе, они редкие, синий цвет часто заменяют на стекло, но стекло бьется, когда по нему ходит, золотой цвет, да, вот впервые появился в украшении Домуса Аурея Нерона в первом веке, а потом постепенно и шире расплескался, ну, а в византийское время как настенная мозаика этого золота сколько угодно, но, конечно, в случае, если уже крайняя ситуация не требовала стекла, всегда пытались использовать камень, керамику или что-нибудь такое же, вот, ну, а дальше мы уже будем с вами рассуждать о разных конкретных мозаиках, и я просто ставлю свои задачи познакомить вас с их большим количеством, скорее попытавшись взять массой, чем глубиной, вот, а на этом мы заканчиваем, приходите послушайте дальше, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok